МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Леонид Гайдай. Маршал советской комедии. Казалось, он родился, чтобы снимать веселое кино. Его фильмы мгновенно разбирались на цитаты. Они давно вошли в список советских бестселлеров. Мало кто знает, что всех этих шедевров могло и не быть. Первая комедия Гайдая обернулась скандалом. А режиссерское будущее новоиспеченного комедиографа оказалось под большим вопросом. Он честный гуляк, сравнение его боялось. Надо, Федя. Надо. Рассмешить людей очень трудно. Погрузка угля. Уборка конюшен. Кроме того, обонажите вы, гражданин! Гена Павловна всегда говорит, что он срисовал Шурика с себя. Тоже очкастый такой, застенчивый. Что такое, дорогой? Птичку. Жалко. Делал комедийное кино, но человеком-то он был очень серьезным. Спасибо. Спасибо, Саня Симонович. Кнопочку нажмите. Да? Смешно, да? Ку-ку. Ку-ку. Я не ку-ку, товарищ. Я сообщаю название учреждения. Свою первую комедию Леонид Гайдай снял в 1955 году. Главный герой фильма «Жених с того света» – бюрократ Петухов. Не был дома три дня, а когда вернулся, понял, что его похоронили. Прощай, наш дорогой Есеня. Как жаль, что твои похороны проходят в разгаре небывалого курортного сезона. Чтобы родиться заново и получить документы, Петухову пришлось доказывать чиновникам, что он жив. Но сделать это оказалось непросто. Вы же ошиблись. Я нормальный? Типичное утверждение. Да-да. Картина получилась острой, эксцентричной, смешной. Однако блестящий режиссерский дебют обернулся провалом. Министр культуры СССР Николай Михайлов фильм разгромил. «Жених с того света» – чистая антисоветчина. Фильм приказали сократить. Гайдай, чуть ли не рыдая, взял в руки ножницы. Перемонтаж и бесконечные согласования заняли целый год. Полнометражная картина превратилась в короткометражку. В июле 1958 года «Жених с того света» наконец-то вышел на экраны. Но начальство распорядилось делать всего 20 копий. Поэтому картину увидели совсем немного зрителей. Гайдай переживал. «За комедию больше не возьмусь», – решил он. После такого скандального дебюта отношения с чиновниками от кино накалились до предела. Режиссерское будущее Леонида Гайдая было под большим вопросом. Помог директор Мосфильма Иван Пырьев. «Лень, сними фильм про комсомол», – посоветовал Иван Александрович. А там война план покажет. Гайдай советом воспользовался. Но героическая киноповесть о комсомольцах «Трижды воскресшей» с треском провалилась в прокате. Казалось, это конец. Что делать дальше, Леня не знал. Полгода сидел без работы, а потом плюнул на все и уехал в Иркутск. Думал навсегда. В этом городе Леонид Гайдай бывал почти каждый год. Здесь он в 1941 году окончил школу. Отсюда, в 1943-м, добровольцем ушел на фронт. Служил во взводе пешей разведки. Ходил во вражеский тыл, брал языка. Однажды, возвращаясь с задания, подорвался на противопехотной мине. Ногу раздробило, грозила ампутация. Больше года Гайдай провел в госпиталях. Перенес пять операций. Но домой, в Иркутск, вернулся на своих двоих. О том, что у него инвалидность, что рана, то и дело открывается, осколки выходят наружу, никто из знакомых даже не догадывался. Такой сухонький пожилой человек. Прошел войну, прихрамывал. Я не знал даже, что он был ранен на войне. Потом уже узнал. 1961 год знаковый в жизни Леонида Гайдая. Перебирая старые газеты, он наткнулся на очерк украинского писателя Степана Олейника, пёс Барбос и необычный кросс. История о трёх браконьерах, которые пошли глушить рыбу, взбудоражила фантазию мастера и перевернула всю его жизнь. Гайдай понимал, из очерка получился хороший сценарий. Но теперь нужны актёры, которые смогут его реализовать. Начались пробы. Труса режиссёр нашёл сразу. Его должен был сыграть уже популярный в то время Георгий Витцин. Бывалым могли стать Михаил Жаров, Игорь Ильинский, Иван Любеснов. В итоге роль досталась Евгению Моргунову. Он подвижный был. Гораздо подвижнее Витцин и Юры. То, что он вырывался вперёд, это уже родилось во время съёмок. Потому что он действительно всё время вырывался вперёд. Балбеса могли сыграть Сергей Филиппов и Борис Новиков. Но выбор пал на Юрия Никулина. Гайдай увидел его в фильме Рязанова «Девушка с гитарой». На роль балбеса он был утверждён с первого раза. Снимали фильм «Пёс, барбос и необычный кросс» под Москвой. Съёмочная группа вставала в 6 утра, в 8 был грим, в 9 начинали работу. Текст учить не приходилось. В картине не было ни слова. Всё строилось на трюках. Ещё съёмок не начиналось, а у него уже были там придуманы трюки. А трюки в комедии – это очень важно. А Олент Йович знал, что такое трюк. И у него всегда трюк попадал в десятку. Фонтан придумок, фонтан всяких каких-то непонятных вещей. Казалось бы, нам непонятно, а потом смотришь, господи, как же это здорово-то. Как же человек мог это придумать? Как он мог родить всё это? Вот он мог. Самым сложным было снять эпизоды с собакой. Пёс Барбо срывал дубли. То ронял динамит, то убегал в лес. То кусал партнёров по площадке. Особенно не ладила собака с Евгением Моргуновым. Потому что Моргунов терпеть не мог пса. И пёс равно терпеть не мог Моргунова. И был даже такой случай, когда пёс подошёл во время обеденного перерыва и аккуратненько съел моргуновские усы. Был скандал, искали новые усы, такие уже. Есть люди, которые, наверное, боятся собак изнутри. Мне кажется, у него такая вещь была. Он стал его, наверное, побаиваться, а собаки сразу это чувствуют. Я знаю, что он его за ногу пытался всё время хватить. Трюки с собакой стоили немалых усилий актёрам, режиссёру и, конечно, дрессировщику. Спасало только то, что в арсенале последнего были определённые хитрости. Я специально стал кино пересматривать. Я чётко заметил, что в каком-то моменте рядом с собакой ноги не Моргуновские. И никого-то. Ноги дрессировщика. То есть переодетая, там явно размер другой. Сапог и прочее. Нигде в кадре нет одновременно актёров и собаки. А сделано настолько классно, настолько профессионально, что у нас такое полное ощущение, что это неразлучная команда. Съёмки фильма шли 20 дней. Начался монтаж. Большую часть сцен режиссёр вырезал. Жанр эксцентрической комедии требовал динамики. Картина должна быть короткой и смешной. Так и вышло. 9 минут, 40 секунд и ничего лишнего. Хотя он рассказывал, что были моменты, когда ему было очень трудно выкидывать тот или иной эпизод. Просто потому что, ну вот, не ложился. А эпизод сам по себе был смешной. И Лунин рассказывал, что с болью в сердце выкидывал материалы. Зрители приняли картину на ура. Посетители кинотеатров просили крутить её по несколько раз. Так герои трус, балбес и бывалый на долгие годы стали любимыми персонажами советских зрителей. Когда Юрий Никулин оказался на гастролях в одной из скандинавских стран, посол пригласил его к себе, достал из сейфа коробочку и спрашивает, «Как вы думаете, что это такое?» Никулин пожал плечами. «Это фильм «Пёс-барбос». Когда ко мне приходят дипломаты, перед началом переговоров я 10 минут прокручиваю им этот фильм. Они лежат от хохота, потом становятся сговорчивыми и подписывают все договора». Юра любил Гайдая. Он всегда садился рядом с Гайдаем. Чего-то они обсуждали, что-то решали. Юре с ними было хорошо. И больше всего ему было, комфортнее всего, скажем так, ему было сниматься именно у Гайдая. Популярная в народе троица снялась в четырёх картинах Леонида Гайдая. В фильме «Пёс-барбос» они молчали, в «Самогонщиках» запели, а в «Кавказской пленнице» стали говорить. Жить, как говорится, хорошо. А хорошо жить ещё лучше. Точно. Почему «Кавказскую пленницу» запретили выпускать на широкий экран? Кто спас картину от гильотины? И что помогло Леониду Гайдаю покорить сердце красавицы Нины Гребешковой? Об этом через несколько минут. Съёмки «Кавказской пленницы» начались весной 1966 года. Герой новой эксцентрической комедии – Шурик. Многие считают, что нескладный, но интеллигентный студент – это и есть сам Леонид Гайдай. Что-то может быть, что-то в Шурике было от Леонид Георгиевича. Может быть. По-моему, нет. Я ни в коей мере не могу назвать Гайдая в чём-то наивном. А прелесть Шурика в его детской наивности. Птичку жалко. Ну, не знаю. Нина Павловна всегда говорит, что он срисовал Шурика с себя. Тоже очкастый такой, застенчивый. Ну, я ей верю, она же лучше знает. Слабенький студент-очкарик борется со страшным злом и побеждает сам. Без помощи милиции. Как такое возможно? Председатель Госкину Алексей Романов категоричен картину запретить. Карьера Гайдая снова оказалась под угрозой. Спас кавказскую пленницу Леонид Ильич. Генсек попросил привезти ему на дачу какую-нибудь свежую комедию. Не зная решения руководства запретить кавказскую пленницу, сотрудники Госкино отправили фильм Брежневу. Тот пришел в восторг. Позвонил Романову и поздравил его с победой советского кинематографа. Чтобы комедия смотрелась на одном дыхании, в ней должен быть ритм. Гайдай этот ритм чувствовал кожей. Знал, через какой промежуток времени должен появиться следующий гэк. Но для подстраховки каждую сцену снимал секундомером. Все было выверено и подсчитано. Каждый кадр как высшая математика. Когда он приезжал на съемочную площадку, он четко знал, что он будет снимать сегодня. Не так, как некоторые режиссеры приезжают и говорят, что сегодня посмотрим с ним. Нет. У него всегда все было в порядке. У него была такая тетрадочка, ну обыкновенная, в клеточку. А по краям вот так все были раскадровочки. Кто куда пойдет, кто повернется. С Натальей Крачковской Леонид Гайдай впервые встретился на съемках кавказской пленницы. Там работал звукооператором мой муж. И они снимали это на юге. Я просто приехала туда, к нему, в группу, просто на отдых. И там я увидела Леонид Ильича. Позже, когда режиссер подбирал претенденток на роль мадам Грицацуевой в своих 12 стульях, он вспомнил об этом знакомстве и первый позвал Крачковскую на пробы. Я немножко растерялась, книжку достала, читаю. Мадам Грицацуева, женщина необъятных размеров с обвознанными грудями. Думаю, это что ж такое, за что ж меня на такой ролик приглашают? Мужу говорю, Володь, вот Гайдай меня приглашает, Наташа. Это же Гайдай, ты чего? Я говорю, Володь, а что я такая? Ты тебя в зеркало смотрела на себя? Участвовать в пробах актриса согласилась. Партнеры у Грицацуевой менялись каждый день. Бендера в фильме Гайдая могли сыграть Алексей Баталов, Валентин Гафт, Евгений Евстигнеев, Александр Ширмент и даже Муслим Магомаев. В итоге Гайдай отдал роль Остапа никому неизвестному актеру Арчилу Гомиашвили. Из четырех претенденток на роль мадам Грицацуевой утвердили Наталью Качковскую. Что с вами? Ничего, моя курочка, твой петушок. Здорово. Меня, конечно, утвердить было очень сложно, потому что пробовалась туда, ну сейчас уже об этом можно говорить, пробовалась туда и Нону Мордюкову, и все, я понимаю, что это, конечно, меня сравнить с Мордюковой смешно было. Но Леонид Юрьевич отстоял мою кандидатуру, сказал, что работать, сниматься будет она. Я вижу Грицацуева только такой, но это мог сделать только Гайдай. Дайте, в тур! Товарищ Бендер, ну за жуни идете! Иду, иду, моя курочка! Для меня это был человек, который создал меня, меня как актрису. Он меня родил, я его детище. И я считаю, что я попала, просто счастливый билет вытащила, что я попала к Гайдаю. Это просто, я считаю, что Господь меня за что-то наградил вот таким режиссером, потому что режиссер лучше, чем Леонид Юрьевич Гайдай, я не встречала. Несмотря на то, что Леонид Гайдай всю свою жизнь снимал эксцентрические комедии, веселым человеком его вряд ли можно было назвать. Мрачноватый, сутулый, почти всегда с сигаретой в руках. Именно таким он запомнился тем, с кем работал. Он был просто очень немногословен с людьми, он по делу разговаривал. За очками блестели его глаза, иногда немного грустные, немного печальные, озорные, с хитринкой. Но это были глаза, вне всякого сомнения, очень творческого и очень талантливого человека. В ЦДЛе, Доме литераторов была премьера. И мы спустились вниз покурить. Опоздавшая какая-то пара молодых прибежала. А гардеробщик, мы уже запустили кино, он ушел. И они принимают гардеробщика, подают ему пальто. Он ни слова не говоря заходит за стойку, вешает пальто. Отдает им номерок. Все, они хотели ему десятку дать или сколько там, по тем временам, может не помню. Вот тут он только раскололся и сказал, нет, спасибо, я чаевые беру только сахаром. Вот это стиль житейского юмора Гайда. Рассказы о том, что на съемочной площадке у Гайдая царило веселье, шутки, свободная импровизация, чистый вымысел. Режиссер позволял актерам импровизировать, но давал для этого только один дубль. Иногда, правда, дубль этот оказывался удачным. Если какой-то трюк кто-то придумает, он моментально за это хватался. И если его это устраивало, он тут же пускал в картину. Например, у меня был такой случай, когда мы сидели, озвучивали последний момент. Иван Васильевич меняет профессию. Там есть такая сцена, когда на озвучание я кричала, не знаю, знаете, как-то запали. Кричала, облысели все. И говорит, вот это оставьте, вот это интересно. Он на самом деле делал комедийное кино, но человеком-то он был очень серьезным. И все соображал, понимал и чувствовал глубоко очень. Ну, может быть, ему помогала его жена совершенно дивная. Он, по-моему, очень правильно женился. Это твое? Мое. Откуда? Оттуда. С Ниной Гребешковой Леонид Гайдай познакомился во ВГИКе. Они оба играли в студенческом ВДВИЛе, а после репетиций, которые заканчивались в 11 вечера, Гайдай провожал Нину домой. Идти нужно было от метро ВДНХ до Кропоткинской. Во время одной такой прогулки Гайдай не выдержал. Ну что мы все время ходим и ходим? Может, поженимся? Видишь, как разотелось прямо хоть под вине? Сапа! Гайдай был очень высоким. Нина, наоборот, маленького роста. Но это не помешало им стать идеальной парой. Никогда не ссорились и не ругались. Одна любовь на всю жизнь. Такое мало кому дается. У него собачка такая маленькая была. И он ходил на рынок. Вот здесь у нас Ленинградский рынок. Всегда с авосечкой такой. Нина Павловна, жена. Она ему только доверяла покупать мясо. Он мастер был по этой части. Она хорошо там готовила. Он закупки делал. То есть идет такой хохолок седой с сигаретой очень простой. Кандиава. За свою жизнь Леонид Гайдай снял 18 картин. А его жена сыграла более 60 ролей в кино. Однако больше всего она запомнилась зрителям по небольшим эпизодам из фильмов Леонида Гайдая. Ясно, да, Леонид Гайдай прожили вместе 40 лет. Что называется душа в душу. Когда он показывал ей очередной сценарий, она говорила, Леня, это гениально. В середине 60-х годов начинается золотое десятилетие Леонида Гайдая. Режиссер работает с небывалым рвением и азартом. Одни съемки переходят в другие. За это время он создал самые лучшие свои комедии. 12 стульев. Иван Васильевич меняет профессию бриллиантовая рука. Ну что? Что? Что это такое? Обыкновенная контрабанда. Как? Контрабанда. С момента выхода фильма на экран прошло более 40 лет. А зрители смотрят его с не меньшим интересом, смеются в одних и тех же местах и по-прежнему поют песню про зайцев. Когда снимался этот фильм, мы с Андрюшкой Мироновым поспорили. Я сказала, что его песня про остров невезения будет популярной. А Андрею тоже сказал, что песня про зайцев. И он выиграл. На площадке у Гайдая почти всегда один и тот же актерский состав. Он умел подбирать сплоченную дружную команду для работы. Как-то Леонид Куравлев, мы с ним где-то встретились на фестивале, мы обнялись, и он так меня стукнул по плечу, говорит, Серега, он говорит, мы же дгайдаевцы. И это прозвучало так искренне, и так, как-то так по-детски, доверительно. Мы действительно дгайдаевцы. Понимаете? Вот так. В обычной жизни друзей у Гайдая не было. С теми, кого снимал, не дружил. К актерам обращался исключительно на «вы», держал дистанцию, считал, что панибратство до добра не доведет. Юрий Никулин, пожалуй, единственный, с кем гайдай общался за пределами съемочной площадки. Он любил очень гайдая. Любил с ним разговаривать. Просто вообще. Любил рассказать ему анекдот. С Леней ему было очень комфортно. И сниматься у него было очень комфортно. И Леня очень внимательно прислушивался всегда тому, что говорил Юрий Владимирович. К его предложениям Юра очень много импровизировал во время съемок его фильма. И Леня всегда это очень приветствовал. Так что это была настоящая, так сказать, мужская дружба. Хотя мы домами особенно не дружили. Это не человеческая, а творческая дружба, скажем так. Который тут гражданин Горбушкин? А не они, Горбушкин. Будьте любезны, пройдемте со мной. Собирайтесь. Цензура частенько заносила над картинами гайдая до моклов меч. Но режиссер всякий раз выходил сухим из воды. Однако 13-й по счету фильм «Инкогнито из Петербурга» оказался в буквальном смысле чертовой дюжиной. Трудности подстерегали режиссера на каждом шагу. Экранизировать пьесу Гоголя гайдай мечтал давно. Роль Городничева сразу отдал Анатолию Попанову. Хлестакова могли сыграть Андрей Миронов и Юрий Васильев. Но в итоге спор выиграл молодой, никому неизвестный тогда актер театра имени Ленсовета Сергей Мигицко. Я люблю поесть. Ведь на то и живешь, чтобы срывать цветы удовольствия. Мне было 24 года. Столько Николай Васильевич Гоголь, столько приписывал Хлестакову. Мы были с Хлестаковым ровесники. У меня в багаже, в моем, в театральном, было несколько дипломных ролей. Неопытность полдела. Главной проблемой стала совсем не гоголевская внешность артиста. В комедии сказано, что Хлестаков – маленький, щупленький, худенький человек. А Сергей Мигицко – актер двухметрового роста. И когда появилась такая длинная фигура, мне кажется, Алинат Йовича был в шоке. И он начал меня очень серьезно пробовать. Очень серьезно. На пробах я сыграл половину всего объема роли. Хлестаков оказался не только слишком высоким. У него не было переднего зуба. Актер потерял его незадолго до начала съемок. Но и это режиссера не смутило. Гайдай тут же нашел выход. Мигицко говорит, ну что, у нас времени сейчас нет. И мне, мосфильмовские мастера, сделали зуб. Этот зуб вставлялся. Тинь, все. И было, так сказать. Все. И все. Но с этим зубом нельзя было есть. Не есть Мигицко не мог. Когда объявляли перерыв, актер клал свой зуб в специальную коробочку и шел обедать. Поел, попил компота, там сладкое и прочее. И ушел. Приготовились. Камера. Зуб на месте. Где зуб? Я говорю, нет. Зуба нет. Ну, там, значит, естественно, была какая-то там тирада. Все. И, значит, там, вот. Ну, зуба было два. Оказывается, мне сделали два зуба. Один зуб был на хранение у гривера. Ну, вот так. В первом варианте фильма у Гайдая было много злободневных острых сцен. Когда картина вышла на экран, не осталось почти ничего. Вычистили все. Даже знаменитая Гоглевская «На зеркало неча пенять, коли рожа крива» цензура не пропустила. Экранизация пьесы Гоголя добавила Леониду Гайдаю седых волос. А вот Сергей Мигицко вспоминает съемки с благодарностью, считая их самым счастливым временем в своей жизни. Я очень горжусь, что я играл Христакова у Леонида Гайдая. Поверьте, очень. Иногда я не снимался, а сидел там где-то в стороне и видел, как он там сначала репетирует, а потом снимает, как вот он такой птицей, он там, его птицей такой нависал, значит, над съемочной площадкой. Ну, это было здорово просто. Здорово. Такой творец, такой охотник за победой в творчестве. Леонида Гайдая не стала 19 ноября 1993 года, но его картины до сих пор с неизменным успехом идут по всем каналам страны. Когда его не стало, для меня это было трогать. Сколько бы он мог сделать сейчас? И какие бы фильмы это были? Господи. Но, увы. За свои фильмы Леонид Гайдай был удостоен самых высших наград и премий. Однако суть не в званиях. Народных артистов у нас много, а Гайдай один. В этом году Леониду Иовичу исполнилось бы 90 лет. Сутулый, замкнутый, немногословный. Он подарил нам 18 фильмов, 18 шедевров. И неважно, смотришь ты это кино в сотый раз или в первый, всегда смешно. Субтитры сделал DimaTorzok